Девочки, сегодня произошло ЧП. Приехала в Санлайт за своим заказиком. Зачем ты так делаешь, мама? Та-да-да, happy birthday to you! Виталя просто, да! Та-да-да-да! А вот это просто мужик! Ну что, мои хорошие, доброе утро, доброго дня! Мы с Денчикой собираемся в торговый центр. Мне нужно купить плитку. И еще хочу зайти в Санлайт и посмотреть себе еще какое-нибудь интересное украшение. Я в прошлый раз уже присматривала там себе и колечко, и браслетик. В общем, хочу пойти посмотреть. Заказала сейчас браслет, он есть в наличии в Оксайе как раз. И я думаю, ля, еду заодно туда, посмотрю браслетик свой. Посмотрю, что еще новенького у них есть. Так что, let's go! Сегодня у меня такой образ, причем я изначально совсем по-другому одевалась. В конце я поменяла уже и кроссовки, и вместо джинсовки решила одеть вот такую вот жилеточку, которая у меня есть. И Денька в жилетке. Кстати, это его образ навел меня на то, что жилеточку бы одеть. Поясок одела, вот эту кофту Uniqlo, такая толстовочка, тоже первый раз одела. Сегодня она у меня новая лежала все это время, не знаю, уже, наверное, с полгода, месяца 8. Вот, волосы, что-то я не кайф, чтобы были распущены, я их и заблела. Ну все, черный рюкзак, вот оно. Ну-ки, почему-то он у меня постоянно открытый. Хочу водичку. Водичка в машине, зайка. Ну что, мы в торговом центре. Оксай. Деньке взяла в Кантасе вот такие прикольненькие маленькие бусинки шоколадные, там что-то можжевельник и кедровый орех. Деньке понравился, я ему взяла чуть-чуть, чтобы он шел, кушал, пока руки чистые. Приехала в Санлайт за своим заказиком. Вот такой вот браслетик. Понравился мне мой размер. В магазине как раз-таки удобном для меня. Сейчас скидки у них здесь еще идут дополнительные всякие. В общем, и выбираю еще что-нибудь. Потом покажу, приеду домой, что выбрала. Ну что, мы уже походили, набегались. И вот сейчас идем в Леруа за плиткой. Я надеюсь, она не прорвет тут тяжелая плитка. Ну что, мои хорошие, вот мои приобретения. Сейчас я вам все покажу и оставлю еще промокод на дополнительную скидку. Устроилась поудобнее или что спешу, скорее вам показать, что же я новенького приобрела в магазине Санлайт. Смотрите, у них новые упаковки. Новые упаковки, это я заказала себе браслет. Кстати, в этот раз у нас не будет бриллиантов. У нас будет чисто золото, офигенное, российского производства, хорошего качества золота. Итак, линия «Золотые цепи». Я давно хотела заказать себе браслет. Как вы знаете, у меня одна рука идет в красном золоте, вторая рука у меня идет в белом золоте. И мне очень понравилась идея с браслетами. Я никогда не думала, что браслеты мне так понравится носить. У меня вот здесь сейчас тоже в прошлый раз я заказывала такой тоненький браслетик. И очень хорошо он будет сочетаться с браслетиком покрупнее. Я на него в прошлый раз смотрела, заказала его в приложении, посмотрела сразу же. Он мне прям понравился на сайте. Мне очень нравится, что в приложении Санлайт есть не только фото, да, там просто украшение, которое вам понравилось, но там есть видео, настолько близкая и качественная съемка, что вы можете ваше украшение, которое вы хотите, будущее, да, рассмотреть во всех деталях. В принципе, я так и сделала. В приложении понравился мне браслет именно этот. Смотрите, в каком мешочке. Классно. Вот. И я прям посмотрела, где у нас в магазине продается. В этот раз я была в Мега Оксай магазин. И мой размер как раз там был прекрасный, прекрасный, просто обалденный браслет. Мой размер 16. Здесь у нас браслет золота 585 пробы. Вес изделия 3,72 грамма. Артикулы первоначальную стоимость изделия я укажу здесь, чтобы вы посмотрели, насколько крутые там скидки. Браслет выглядит очень солидненько. Он такой весь плетение, очень плотненько, мне нравится. Он выглядит таким массивным, но при этом он такой легенький. Посмотрите, как круто он сочетается с моим тоненьким браслетом. Их можно носить в паре. Очень классно, мне нравится. Я прям безумно довольна. Так, ну еще чем я себя порадовала. Это вот такая красная коробочка с белым бантиком. Тоже очень красиво. Это все идет в комплект. Вся эта красота упаковка. И это то, что я тоже давно собиралась себе приобрести, но никак не могла выбрать. И в конце концов я его нашла. Это вот такое замечательное золотое кольцо. Кольцо это тоже российского производства. Кольцо 585 пробы. Вес 3,35. Размер я взяла 16,5 на средний палец. Я присматривалась, присматривалась и наконец-таки просто меня торкнуло. Когда я увидела это колечко, понимаю, что да, это мое колечко. Посмотрите, как красиво оно переливается. Эта вот алмазная огранка мне очень нравится. Я считаю, что я хорошо вложилась и при этом порадовала себя. Кстати, как всегда, в Sunlight, если вы скачаете приложение, ссылку на которое я оставлю под видео, вы получите дополнительный подарок на кассе. И еще вы сможете получить дополнительную скидку 5% по специальному промо-коду. Всю полезную информацию для вас я оставлю под видео. Обязательно скачивайте приложение, получайте подарки и радуйте себя украшениями. Мы же такие девочки, любим все это дело. Так, еще вот такие вот взяла чистящие средства. Чистая посуда даже. Короче, это такой гель, который заливается в посудомойку. Все в одном, короче, гель. Ну, вместо таблеток попробовать решили финиш. Потом в Леруашке взяла вот такие губки. Смотрите, как я хотела цветом. Пахнет хорошо, две штучки. Не помню, цены, конечно. Так, и взяла вот раз в полгода надо чистить посудомойку. Это, короче, от накипи, от запахов. Средство от накипи, обезжиривающее средство, очиститель. Вот. Здесь 6 пакетиков и раз в полгода чистить машинку надо. Стоит вот это 890 рублей, по-моему. Да. А вот это 390. О, вспомнила. Девочки, сегодня произошло ЧП. Впервые я увидела, как Мила шипит, рычит. Вся колом, дыбом встала. Денька испугался очень сильно. Прям испугался выходить из комнаты. Короче, смысл в том, что я пошла в детскую снимать видео. Дверь открыта была у меня. И забегает ребенок в слезах, испуганный. Я говорю, что случилось? Ну, иногда он бывает у меня, он у меня еще такой актер. У него бывает просто настроение испортилось, и он там плачет. Он может мультику посмотреть грустно и расплакаться. С Милкой бывают, они играются. Вот они играются, он ее затрагивает, а потом он от нее плачет. Потому что она разыгрывается так, что начинает бегать, прыгать на него. Короче, вот забегают, он испуган. Я не поняла сначала, что к чему. Ну, ладно. Зашел он, я говорю, садись, сиди со мной, все, успокойся. Снимаем видео дальше. Заходит Мила. Заходит Мила, видит Деню и просто становится на дыбы. Я даже не поняла, она видит. Денька ее увидела, он сразу начал плакать. Сразу встал как вкопанный, начал плакать, испугался. Я говорю, что случилось? Смотрю на Милу, а Мила, значит, рычит, шипит. Встала колом, у нее дым поднялась, дымом шерсть вся. И все. То есть я ее такой не видела. Она прям вообще, прям, вот прям, я просто не поняла. Я подумала, что, знаете, хищная, у меня же хищная птичка. Господи, хищная кошечка, да, из рода хищных. И, короче, я сама ее испугалась, если честно. Я, ну, я когда... Подожди, Зай. Я когда боюсь чего-то у меня в последнее время, да, тем более ребенок, если рядом, да, у меня наоборот защита. То есть у меня лучшая защита нападения всегда. То есть я сразу встала между ними, да, и... Так, Мила, ну, помила. Ну, вот. И она немножко начала пятиться назад. И я закрыла дверь. Вот, она начала пятиться назад. Она стояла как бы в промежутке, да, дверей. Чуть-чуть зашла как бы в комнату. И я закрыла дверь, и все, она там немножечко порычала и ушла. Я, в общем, не стала открывать дверь. Думаю, успокоюсь, и Денька успокоится, как бы продолжила снимать видео. Потом, когда я досняла видео, я вышла и не могла ее найти. То есть я, 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 я почитала в интернете уже, что такое, почему кошки себя так ведут. Чаще всего это какой-то страх, я так поняла, из прочитанного. Чего-то они испугались, какой-то стресс. Главное понять, что произошло. Но дело в том, что я была в другой комнате, и я не знаю, что здесь произошло. Вышла, посмотрела, ничего такого вроде страшного не должно было произойти. Да и времени прошло очень мало. Я только села снимать, и он прибежал сразу. Вообще, она сегодня целый день какая-то сумасшедшая. Она бегает, прыгает, гоняет на меня, напрыгивает. Я только на четвереньки встану, там заглянуть под, как его, под кровать. Она уже на меня прыгает сверху. Но больше, как бы, знаете, как бы играется, да, то есть не страшно. Но когда она начала вот так себя вести и шипеть, то это уже страшно. Вот. И когда я вышла, начала искать, я ее не могла сначала найти никак нигде. В итоге, короче, я нашла ее. Нашла ее. Она в спальне там на полочке под моими вещами, короче, спряталась, чтобы ее не найти. Она выглядывала, я ее увидела, она выглядывала. Там как бы с темноты ее глаза были, да. Я говорю, Милочка, что случилось? Ты испугалась? Что случилось? Не бойся, там, траля-ля. Я тебя трогать не буду. Что случилось? Ну, в общем, она сидела, не двигалась. И я ее не стала трогать. Я закрыла двери сейчас в спальню, чтобы она спокойно там сидела. И Дэнни спокойно ходил, потому что он боялся даже из комнаты выйти. Ну, я вообще не понимаю, в чем дело. И для меня теперь это загадка. Что здесь произошло? Может, Дэнка ее как-то напугал? Хотя я всегда вижу их игры, они, в принципе, нормальные. Это она его может больше напугать. Но, опять же, все не бывает без причины. Да? Что произошло, я не знаю. Короче, мои дети друг друга боятся теперь. Ой, девочки. Короче, зашла сейчас к ветеринарку. Посчитала. Оказывается, Милке уже больше полугода. Уже где-то ей 6, 6,5 получается. 7 сегодня, да? 25 марта она родилась. Плюс еще 6 дней. Ну что, ей 6, 6,5 месяцев. В общем, ветеринар сказал, что, скорее всего, как раз-таки, эта вот течка у нее начинается. Ну, я вам скажу, блин, а блин, ну пипец, кошку свою боятся. Да и Дэнка боится. Я боюсь, блин, обалдеть. Лишь бы она не нападала вот это, потому что в комнату она зашла сама, если честно. А сейчас она спряталась, как бы, и не выходит. И хорошо, если она спряталась и не выходит. Вот. Если у меня сейчас течка должна начаться, блин, я не знаю. Говорят, она по-разному так себя кошки ведут. И просят кота, и орут ночами. Слава богу, что несколько комнат, что можно ее в другой комнате как-то закрыть, еду и там туалет положить. Там и все, да. И хотя бы спать спокойно в соседней комнате. В общем, я договорилась. Тут будем ждать, когда все это закончится. И поведу ее на стерилизацию. Что делать? Есть вариант, там еще, типа, гормональные таблетки пить. Но это, ну, больше гормональные, это не очень желательно, да. А если я не собираюсь ее сводить и разводить, как бы, потомство, да. Говорят, лучше сделать стерилизацию, потому что это, ну, как бы, профилактика рака, опухоли всякой и так далее. Поэтому, конечно же, конечно же, мы будем стерилизовать. И вроде тут есть клиника в соседнем городе у нас, рядышком в Аксае, где делают очень маленький шовчик, и где есть наркоз газом. Он более безопасный, чем обычный, чуть-чуть дороже стоит. Вот, возможно, я туда поеду. Короче, пока ждем, наблюдаем. Ну, я пипец в страхе. Приехали помыть воду, эту машинку. Мама, наконец-таки, решила меня поддержать. Потому что Деньку одного в машине не оставить. Мама снимает, я снимаю. Деньку одного в машине не оставить, а так мама с ним сидит. Сейчас я вообще попробую уложиться в соточку, может, даже меньше. Ну, у меня в любом случае сотку заправила уже. Сейчас вот пенка уже сходит. 71 у меня осталось. Ну, все, вот она, мамина малышка. И воск, и осмос. Все сделали. Что, давай тряпочку протру, может, что-нибудь? Милочка. Зачем ты так делаешь, мама? Понимаете? Вот она взяла и все испортила просто. Оно вообще сейчас высохло, и ни одного разводика не было. Не будет развода. Осмос я же сделала. Жопка маленькая. Ну, давай. Ну, задевай, давай, Деньку. Тряпочку. Так, машинку помыли. Мама счастливая, довольная вышла. Пошла в магазин, а мы едем в Леруа дальше. И, кстати, сейчас такое счастье, что я еду, а время половина второго. Что я сейчас возьму в Старбаксе кофе. Надеюсь, моя любимая будет кофе там. Потому что я обычно в торговом центре последнее время после трех часов вечером, да? И кофе я после трех не пью. Потому что мне уже тошнит, там начинает такое все. Вот. А до трех я кофе пью, и у меня закончилось молоко, и я выпила только одну кружку. А я две пью кружки. Вот. Лады или фрапучино, что-то такое. Так что я сейчас еду, и у меня прям такая радость внутри, что я сейчас первым делом возьму кофе себе вкусненькое. Вот. Я надеюсь, что я сейчас все возьму, позвоню ребятам и скажу, ребята, все есть. Пронежайте завтра. Я уже жду, не дождусь, когда мне сделают туалет. А еще, кстати, выходя из дома, я уже какой день не крашусь. Уже третий день вообще не крашусь. И ничего не снимаю. Только из того, что я снимала, краситься не надо. Там, то есть, уход какой-то. И мне просто такая лень. Я знаю, что я сегодня ничего снимать не буду, скорее всего. И хвостик, чтобы вот это волосы по ветру не разбредались. Кремом намазала лицо, и все. И ничего не кайф краситься вообще. И мама такая же у меня. А потом на видео буду смотреть себя и думать, блин, черный цвет, хвостик и ненакрашенный. Мрак. Иногда я так смотрю на себя и думаю, мрак, блин, чего не накрасилась. Но на самом деле это такие мелочи. Главное, что мне сейчас комфортно. И я себя чувствую очень-очень расслабленно. И когда не накрашу. Прям вообще, максимум. Поэтому это состояние ни на что не променяю. Даже на более-менее приличную картинку. Я думаю, вы меня уже разную видели. Вам уже, по-моему, все равно, как я выгляжу. Я с тобой свои старые влоги смотрю, где у меня там татуажа губ не было, татуажа бровей не было. Где я не красилась. Где у меня простуда на губе какая-то вскочила. Где я в солярий ходила, и у меня губы бледные, брови в разные стороны, пигментные пятна на лице. А еще и обесцвеченные волосы, никакого контраста. И, короче, я смотрю на себя и думаю, какой ужас. И девочки на меня подписывались такую. Какой кошмар. Мне даже сейчас кажется, я более прилично выгляжу, чем тогда. Так что... А я потом буду смотреть этот влог и думать в будущем, что я сейчас в ужасе выгляжу. Самое главное, что я чувствую. А я чувствую расслободу и кайфы. Ну что, мои хорошие, я вернулась домой с торгового центра. Действующий раз. Четыре дня подряд хожу в торговый центр, уже устала. Собираюсь... Сегодня Таня собирается ко мне приехать. У нас долгоиграющая покраска. Уже несколько дней длится. Мы у Тани в гостях. Таня нас накормила, курочку сделала. Денька, короче... Вот хорошо иметь частный сектор, когда вот так вот Денечка может выйти. На качельке покататься, что-то он там кидает листья в дырку. Я надеюсь, он мне что-то там не засорит. Не, ну если дырка вот так открыта, я думаю, там листья по-любому летят внутрь. Вот. Короче, вкусно поели. Сейчас будем думать, чем заняться. У меня дома делают туалет в это время. Вот. Я поправилась конкретно, девочки. Поправилась конкретно. Все, кто завидовал моей прекрасной фигуре, можете вообще открывать шампанское. Я нормально набрала, но я не парюсь на самом деле. Я даже не буду поднимать маечку сейчас. А то пузо выпрыгнет. Да ты худенькая, худюсенькая. Ты просто выпячиваешь специально. Ну, мы только поели как бы. Да, китик ты брызнула даже на шонг. Надя не мстит. За испорченные свои вещи и разбрызгивает у меня в кухне все. Она разбрызгала кофе. А что я разбрызгала, кстати, сегодня? Кофе. А, кофе разбрызгала. Во всей кухне разбрызгала. Сейчас открывала кетчуп и все разбрызгала. Даже на шкаф, на майку, на меня вообще. Ну, это просто вселенная мстит, не я. Да, это возвращается. Потому что, когда я красила Таню, и краска, которую я ее красила, тоже брызгала в разные стороны по моей белоснежной кухне. И теперь как-то вот само собой у меня из рук как-то все выбрыгает. Кухня покрасилась, а волосы нет. А волосы? Да, а волосы. Нет, но они покрасились, но не так, как вот прям мы мечтали. Все, молодцы. Давай, играй. Ой, как хорошо, боже, я прям кайфую. Потому что сейчас сил нет куда-то идти, сейчас еще чуть-чуть чаек припьем и пойдем. Погода хорошая, так, немножко ветрено у нас, да, но в целом нормальная погода. Вот я даже куртку у меня одеваю, шапку одела на всякий случай. А то у меня вчера или когда там стреляла в ухе, она все вообще нормально. Нет. А смотрите, у Тани кот какой. Вот это ее любовь, ее жизнь. Да, ну он, девчонки, он не домашний, вот так, чтобы, знаете, домашний прям. Он на улице гуляет, окучивает девочек там. Ну такой прям. Девочек у вас нет на районе? Девочек нет на районе? Пацанов окучивает? Да, они там, мужской клуб. Мужской клуб. Да. Классный ты мужик такой. Кстати, тоже такой умный вообще. Вот я за ним смотрю, наблюдаю за его поведением. Он здоровый, во-первых. Да. Классный, не пушистый вот так, чтобы, знаете, прям пушистик. Мне кажется, у него тоже какие-то там крови замешанные нормально. Ой, он же глазок прикрывает, ему нравится, как я о нем разговариваю. Да, 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 он любит, он понимает, когда я с утра, а это сразу да, да. Короче, Таня его любит, он ее терпит. И тоже любит, походу, раз терпит. Вот, короче, такие дела. Таня пока-то убирается. Да капец. Это вот, да, вот, стоп-си. Это моя нелюбимая вот эта вот, как в сковородке. Потому я вот это сразу в посудомойку кидаю. Вот счастлива, когда мне... А я сейчас накину в унитаз. В мисочку и пойду кошаков покормлю. Ну, ты вообще молодец. У нас же все безотходно. Конечно же. Все, кошки, собаки тут на районе. Таня, добрая душа. Таня голодных не оставит никого. Так, дынь. А, ой! Ну что, мои хорошие, вот Таня на попках. Как видите, у нее тоже есть целлюлитная. Ну что, мои хорошие, мы, в общем, решили никуда не ехать. Вот с Таней. Там пыльная буря еще на улице началась. Смотрите, как у нее клево. У нее вообще вот мы с Денькой. Сейчас она оденет штаны, я покажу ее угол. Опа! Успели. Или успела. Да, мы с Денечкой вот сидим. Деня там буквы учит, слова там изучает. В общем, новые. Вот. А мы с Таней решили посмотреть фильм. Как называется? Отец молодец. Да? Отец молодец. Нам его порекомендовали. Да, нам его порекомендовали. Будем искать суть. Глубокий смысл. Докапываться до истины, почему нам его порекомендовали. Да. Вот. Таня мне сделала здесь обалденный чаек. Я вот пью. Тут вообще трав намешанная. И там еще мед, там и лимон. И еще вот здесь у меня мед стоит. Короче, дофигища всего. Тебеет. Да. И очень удобно, кстати, девочки. Я прям вот смотрите. Как лежу тут расслабон. У меня конкретно. Я тут тоже крупным планом снимаю. Крупным я сама себя сейчас снимаю. Да, Лим, ты, милый? Да. Вот. Короче, все. Лежим, отдыхаем. Работы работаются. Мама там контролит все. А мы на расслабоне. Кайфуем. Вот знаете, чем вот я люблю, ну, всегда любила, когда жила. Я тоже жила в маленькой, на самом деле, квартирке. Всегда. И в чем кайф? Вот посмотрите, как вот комната у Тани спальня, да. Она такая уютненькая вся. Тут получается кроватка, да. И напротив сразу у нас большой телевизор. И здесь так уютненько. Вот здесь вот у нее маленький компьютерчик. Со всякими ее, всякими штученцами стоит. И вот мы сейчас смотрели, и я понимаю, что я настолько залипаю здесь, что вставать не хочется. А Танечка еще положила, сейчас Света, мама ее принесла нам печеночные оладушки. Говорит, ешьте пока горячие. Та-да-да. Happy birthday to you. Боже мой, я не думала, что это будет так. Боже, ребенок мой здесь. Да, да, он здесь. Он ждет. Какой капец. Что? Это печеночные оладьи, это я надкусила? Блин, ну я думала, съесть, но из-под рук просто утащил. Чаечек. Он еще не остыл. Чаечек. Майонезики. Да, вот наш любимый вегонезик. Смотри. Так, вот хлебушек. Балдеж. Угу. Балдеж. Делаем бутики. Так, вы понимаете, как отсюда можно вообще уйти? Сервис. Сервис, лакшери. Какой пять? Десять, пятьсот, сто пятьсот. Вам чай сразу наливать или попозже? Нет, попозже. Хорошо. А ребенка, как это? Господи. Ммм. Бери пепси. Ммм. Кайф. Господи, это просто нереальный вкус. Куриная печень. Обалдеть. Горячая. Таня, волшебница. Это мама. Мама, спасибо маме. Да. Ой, представляете, смотрели фильм, смотрели фильм, и я просто выныриваю из своего сна. Я говорю, Таня, там уже нам сделали, ну, часть работы доделали. Завтра придут, я говорю, Таня, пойдем кофе выпьем. Говорю, мне надо взбодриться и ехать домой. Реально, гнездышко, блин. И она уснула, я сплю, а она спит, Дэнька, только в мультике лежит за мной. Ну, чуть-чуть приснули. Да рассказываю, как, блин, в гнезде твоем приснула. Ну, что ж, спасибо вашему дому. Пойдем к другому. Всегда пожалуйста. Все, выходи, Дэнь. Там сейчас это очень витренно. Надо быстро-быстро съесть машину. Ой, котяра тут. Домой едем. Привет, мои хорошие. День следующий. Слушайте, сейчас немножечко такая, знаете, с влогами получается такая ситуация. У меня получается, что как будто сериал такой, знаете. Я просто снимаю, все нон-стоп. Я не начинаю там новый влог, привет, мои хорошие, новый влог. Что? Сейчас присниму, зайчик. Я не начинаю новый влог и не говорю там, привет, мои хорошие, начинаем новый влог, да. И не говорю, ну, все, прощаюсь там, туда-сюда, я просто сейчас снимаю нон-стоп. Каждый день. Я решила сделать так. Кстати, напишите в комментариях, как вам такая идея. Интригует конец, да? Просто я снимаю, девочки, свое реально каждый день. Если ничего не происходит в этот день, то я может просто кусочек маленький подсниму или вообще этот день не снимаю. Ну, что я дома и дома сижу, там, монтирую и снимаю. А какие-то события, если я выхожу или еще что-то, мысли какие-то появились, я практически каждый день снимаю. Но решила сделать это нон-стоп. Снимаю, 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 снимаю каждый день. У меня просто много видео, просто вот такое, знаете, течение моей жизни. И когда пора время выложить влог, я просто беру и вот по порядку, как бы всю эту синхронность моей жизни, как вы видите, просто беру, так думаю, так, на чем я остановилась там, ага, все, продолжение. Беру, и вот все события на определенное время, как бы, да, беру, все, конец, продолжение следует. Вот, короче, мне так проще, потому что у меня запутанная, я снимаю, бывает, параллельно несколько видео, да, то есть я могу снимать влог и могу снимать отдельно, например, детское, да, потому что оно тоже долгоиграющая, перестановка в детской, параллельно снимать там, как мне делают туалет, вот, параллельно там еще какое-то видео снимать и следить за тем, где начало, где конец, короче, я уже просто вот так вот все у меня, поэтому будет вот так. Возможно, это начало видео, возможно, это продолжение какого-то влога, ну, короче, вот так собираюсь сделать. Так, сейчас что, мы выехали из дома, потому что нам продолжают делать еще этот туалет, И я выехала сейчас из дома к Тане, взяла еду, вот. Ну, Денька чуть-чуть позавтракала, я только кофе пила, две кружки выпила уже, свой лимит. Время сейчас без 15.2. Сейчас едем к Тане и покушаем. И, наверное, куда-то поедем, потому что я сегодня так нарядилась. Смотрите, у меня серебряные сережки, это тоже в Sunlight заказывала. Я решила, знаете, что бижутерия, по-моему, отличная, да, когда бижутерия... Нет, если есть какая-то бижутерия, когда не темнеет. Она. То супер. Но не всегда это можно угадать, только в проверенных местах. А серебро вообще замечательно. Берешь, ты всегда его можешь почистить, даже если оно там потемнело. Ну, смотри, какое там серебро ты берешь, с каким покрытием. И я взяла очень много в Sunlight сережек серебряных, именно вот вместо бижутерии. Такие колечки. У меня есть покрупнее колечки, есть там веселечки с жемчужинами. Мне кажется, это отличная идея, и цены там такие приемлемые. Бижутерия такая дорогая, а потом она темнеет, и что с ней делать? Только выкидывать. Все, едем. В общем, мы у Танюшки уже покушали. Сейчас будем собираться в Леруа. Таня, наверное, поедет в торговый центр заниматься. Денечка учит тут, как всегда, свои буквы любимые. Просто так без дела не сидит. Вот. У меня появилась одна идея прикольная, в прихожую, что можно сделать, кирпичик там и так далее. Я думаю, что эта идея может быть многим интересна даже. Вот. Ну, а мне она, думаю, проста очень. Простая так, что я могу сама ее сделать. Вот. А я люблю все, что я могу своими ручками сама сделать. Вот. Короче, сидим пока чаек, пьем, и скоро будем поезжать. Вот я хотела показать. У меня там дома просто разгром. Я не показала, как я выгляжу сегодня. У меня одела свой любимый комбезик. Вот. Сережечка. Я просто думала, куда сережки вот эти могут подойти. Это же, ну, под спортивный костюм может еще, да, и не подойти. Думаю, о, комбез самое то. Офигенно вообще. Да? Здравствуйте. Супер ручий стиль. Красочи. Вообще, я хочу взять другие кроссовки. У меня одни черные кроссовки вот эти. Я хочу что-то знать, чтобы было... Кроссовки такие взять, чтобы они были и под костюм, и под спорт. Вот. Вот такие кроссы какие-то. Хочется у них сами. Потому что у меня одни черные вот эти. И как-то не всегда. У меня какие-то тракторы такие, знаешь. Они имеют цены только потому, что я их покупала в Бельгии. Я люблю просто, знаешь, там кусочек Европы. Так. И вот эту... Я вся в черном сегодня. Ой. Долбанула. У меня просто все... Снять? Хочешь? Давай. Снимите. Снимите. Вот так нормально? Как думаешь? Ну, да. Вот такая Селена у нас сегодня красивая. На стиле, как говорится. Просто вот чекотно. Фэшн Дива. Фэшн Дива, да. Смотрю не на любую. Смотри, украдут. Да, кто меня украдет? Я, блин, руки поотрывала. Да. Агрессивная киска. Да. Дерзкая. Как пуля резкая. Блин, не знаю, я бы с вами погуляла бы, но мне... Вот каждый день, понимаешь, меня гнетет. Да. Гнетет то, что я... Да зачем? Не обязательно. То, что я ничего не делаю. Да, ну и что вы думаете? Не поехала я в Леруа Мерлен. Думаю, Голю, перенесу все это, потому что там сейчас пробка. Сейчас же у нас суббота получается. И все... Ну, я не думаю, что все в Леру прям едут, да? Ну, куда-то с Ростова, вот как из Москвы, знаете, выезжает такой у нас. И прям такая пробка еще, прям на выезде. Я думаю, нет. Я еще сегодня хотела к друзьям поехать, а потом думаю, может, еще Таньку вытянуть куда-нибудь. В кино тоже сходить. Мы прекрасно сходили в прошлый раз, просто пораньше, может быть, в этот раз сходить в кино. Так как завтра мама уже уезжает, а я хотя бы хоть один вечер хочу провести, ну, как бы, вот прям, вот, знаете, сама себе. В кино сходить, в кафе посидеть, да, там, пофоткаться, чтобы без того, что там, вот, следишь за ребенком, что все время следишь, это все время концентрация такая, и ты не расслабляешься. И вот вчера, вчера я могла сходить, но у меня вчера были очень большие дела, и мне, ну, короче, вообще и сегодня надо будет там успеть. В общем, кучу всего надо успеть, чтобы я могла выделить себе чуть-чуть время, один вечерочек. Расслабиться. Это мой выходной, законный. Так что решила не ехать в Лерку, сейчас я заеду в ближайший магазин, для Сверлона 12 взять, для того, чтобы в детской делать эту шведскую стенку. Ее уже привезли, она стоит, брат позвонил, брат сказал, если в деревню они не уедут, он приедет ко мне и сделает эту шведскую стенку. Если они уедут, то, в принципе, можно попросить ребят, которые мне сейчас делают плитку, можно их попросить. Вот, ну, лучше, конечно, с братом, знаете, спокойненько, расслабленно, ковыряешься, что-то там делаешь. Настроение неплохое, сегодня что-то вырядилась такая даже в тот же комбез, и как ты чувствуешь себя прикольнее, как как пофоткаться. А чтобы пофоткаться, надо Таню брать, естественно. Кто мне фоткать будет? Хотя она такая фоткается больше меня. Я прошу себе, допустим, 50 фотографий, и ей взамен 100 делаю. Вот. Но, с другой стороны, иногда хорошую фотку сделать тоже такое удовлетворение. Девочки такие девочки. Вот. Поэтому сейчас в ближайший магазин и домой деньку отвезу. Что, мои крошки, сегодня я никуда не пошла тусить. Потому что, ну, потому что так сложились обстоятельства, я никуда не пошла. Приехала домой, монтирую, выкладываю видос. И вот решила попробовать мамин борщик. Она сделала, я чуть-чуть только переборщила с вот этим вот приправой лимонной. Я, кстати, люблю борщ, когда с лимоном делают. А здесь как раз и перчик, и лимон. Вот. Так что буду пробовать сейчас. В общем, девочки, я не смогла остановиться, когда начала. Реально бомба. Сам борщ бомба, плюс специи, которые я сделала. Просто вот сейчас проглотила. Так, ну что. Мы сегодня с братом делали там стенку, перестановку в детской. Да, это увидите. А сейчас приехали в Батайск. И оказывается, у нас, смотрите, какое местечко есть. Здесь делают духи. Вот стоят масла. И прям человек вот здесь делает при вас духи. Я брату сделала подарочек небольшой. Он там выбрал аромат классный, который ему нравится. А себе заказала набор, так как я люблю, знаете, ну я человек переменьшиваю, да, и очень люблю разные ароматы. Сегодня настроение одно, хочу такое. Другое, короче, у меня нет какого-то одного аромата, от которого бы я там супер-пупер тащилась. И вот видите, вот здесь вот такой вот наборчик есть. И мне вот делают самые топовые названия, господи, самые топовые ароматы. Вот, Lancome, Idol, да, или Idol, как он там называется. Lancome Idol. Sweet Morphin. Потом Baccarabani, да? Да. Аромат. Killian Good Girl. Killian Good Girl. Baccarat Roche 540. Baccarat Roche 540. А, еще наркотик что-то. Наркотик Flour, да. Наркотик Flour. Короче, ароматы бомбические. А еще смотрите, какие здесь есть упаковки. Здесь можно на день рождения кому-то подарок сделать. Просто обалденно. Смотрите, крутые очень. Вот. И, короче, тут прям при нас, в шприце, смотрите. Все делают, все супер. Разводят, как нужно, как духи, как парфюм, там, и так далее. Вот. И у нас по Ростову бесплатная доставка здесь. И по всей России вообще работают. Ссылку, если что, оставлю под видео в Инстаграме, посмотрите. Ой, надуханили сейчас с братом. Едем, кайфуем вообще. Аромат кайфовый. Прям я конфеткой пахнула. Эта, надуханилась по карабани. А Саня забыла. Буду все запоминать. Вот. И у Виталика тоже, кстати, по карабани. Нам вот понравились эти ароматы классные. Вообще. Какой-то... У меня сейчас какой-то аромат, который номер один. Топ. Сейчас приехали в ТЦ Мегамаг. Хочет маме какой-то подарочек обещала. И детишек выгулить. И поесть нам еще надо. У нас масочный режим. Да, у нас масочный режим. Вон они маски. Входим. Так, ну что? Мы пришли еще покушать, да? Да, мы приключим покушать. Игры. Если откроется, как там, комната приключений всяких. А, да не откроется. Тогда я туда пойду с Дэли и следить хвостиком ходить. Да все закрыто, к сожалению. Но, по-моему, здесь какая-то выставка кошек есть. Мы сейчас покушаем и пойдем смотреть. Виталий пошел за едой. Мы кучу всего заказали. И для деток эти игрушки. Сейчас посмотрим, что сейчас дают. В общем, голодные. Как не знаю кто. Очень голодные. Виртос. Аккуратно. Виталий просто, да. Молодец, смотри. Так, смотрите, вот это вам, детишечки. Так, смотри, с картошечкой твое. Держи. Дружка большая, вот ее. Мальчику. Мы путали. С растишкой, вот. А это Деньки. На, День, куда ты биг-тест и Виталин хватаешь? Это Виталий. О, я такой урок у тебя просто. На. Тебе вот, Энь, на. Залазь, что там? Растишка я тебе взяла. Клубничка, йогурт такой. Попробуешь. Ну, кстати, он со скольки возраст. Да, в принципе, нам можно уже. Ну, попробуй. Вон, а чейсбургер будешь? Тут булочка. Нормально я съела целый роял, девочки. Вот такую картошку съела целую. Денька расковырял бургер просто усмерть. Вот. Съел растишку. Пьет водичку. Че-то еще мороженое будет у меня брать. Смотрите, вот такая игрушка у нас. Вот так вот нажимаешься, и она, короче, по полу катится. Дома будем играть. Смотри. Игрушка твоя. Нет, так не надо, зай. А то потеряем. А у тебя что? Покажи. А вот у Настюля. Вот такой зайчик. Он тоже что-то стреляет, да, как-то? Да не, это так. И в какой-то... А, у него домик свой, стаканчик какой-то, да? У меня наклейка еще есть. А это? Ой, наклейка какая красивая. Ее надо сюда наклеить, на коробочку. Я чем? На крышечку. Идем сейчас на какую-то выставку кошек. Поели, короче, в кинотеатр сходили. Посмотрели, там, ну, для детей ничего нету особенного. Точнее, то, что есть для детей, нет. Все уже, в общем, поздно. Так, сказали, выставка кошек за углом. И за каким углом? А, вон, смотри. Добро пожаловать, Федерация Кошек. Интересно, можно их трогать там будет? Ну, смотрите, куда мы пришли. А я же так вот... Это же Майкун? Польши, да. Ой, блин, сколько пород, красота. А Оренталы есть? Майкуны. Они не кусаются, не шипят. Это чтобы не напали. Не, не закрывайте там без меня, пожалуйста. У нас просто недавно кошечка наша взбесилась. Ну, они не нападут нам. Нападут? Ой, ты какой папа. Ты лап. Так, не трогаем никого. Ой-ка, это кот, да? Чш-чш. Вот это кот черный у нас. Это Майкун, правильно? Да. Да ты красавчик, боже, лев ты. Лев. А это тоже мальчик похож, да, или девочка? Ой, все такие красивые-то, зайки. Справа девочка сидит. Вот, вот. Ой, ты какая низкая, ты скрыли, скрыли. Че, девочка, смотри, как она. Ой, ты сладкий. Кошу нашу чувствуют, интересно? Слушайте, ну тут прям вот, тут семейство Майкунов, да? А вот это кто у нас? Это корни шай. А, корни, это кудрявушки такие, да? Да. Давай тебя поглажите, поглажай. Они же такие... Так. Ой, кто там так мяукает? Ой, вон она мяукает. А вон она, тигрица такая. Боже, какие они классные. Аккуратно, Денечка, только смотри. Не наступи ни на кого, смотри подножки. Девочка ластится. Это же девочка. Девочки тоже, значит, меня так любят, кошечки. Короче, классно. Так, идем во второй. Это вольерчики, да, называется? Аккуратно подножки смотрим. Здесь у нас кто? Преимущественно. Вот эта вот серая, вот она назвала. Она так кричала громко, прям? Сибирский. Сибирский, классная вообще. Цвет красивый. Сибирский, классная вообще, цвет красивый. Ой, это же эти, сфинксы. Сфинкс. Аккуратно смотри, аккуратно. Да ты красава. А это мальчик или девочка? Мальчик. Как зовут? У меня даже длинные лапы. Это вот такая вот. У меня подружка разводит их. Смотри, какие. Они тоже такие холосики. Тихо холосики списто. Мальчик не надо так аккуратненько. О, Тюма. Лышая кошечка. На Анфису похож. Беленькая у вас кошечка была, да? Да такая. Вот ты такая нахмурилась. Скажи, что это плеслит. Это-то-то такие-то. Это-то хотелось. Аккуратно она кушает. Пусть кушает, не отвлекая их. Так, смотрите. Вот это норвежская лесная. Да красавица ты. Ой, какая красота. Ой, заснялась. Это посмотрите. Так, что у нас? Айрентальная порода, смотрите, есть. Я и сразу узнала. Очень похоже на нашу милочку чем-то. Глаза такие. Посмотрите, мордочка какая. Ну что за красота. Что за красота такая. Цвет обалденный, красивый. Вот такая кушечка. А вот это просто мужик. Ну? А это мальчик, подскажите, вот он. А как зовут? Не знаете? У нас просто они... Ты такой красивый. Только выделяющийся. Только то вообще, смотрите, как выделяется. Мы больше испугались. Он такой, это, настоящий, просто... Брутал. Брутал. Такая морда сразу на место одним взглядом только ставит. Да, у него реально жестко езжет. Такие лапочки. Так, ну пойдемте вот туда. Мне нравится, там хочу еще пообниматься. Коша. Коша. Кош. Моя коша. Это моя коша. Мил. Мы сегодня были на выставке кошек и котов. И ты у меня самая красивая из всех. И да я такой красоты не видела среди тысячи кошек. Ты самая красивая. Самая лучшая кошка. Ну, посмотри, какая ты красивая. Статная, длинноногая, длиннолапая. Посмотрите, какие лапы. О, длинные. А хвост какой у тебя. Хвост у тебя тоненький, длинненький. Как, как, я не знаю, как он это. Как антенна вверх торчит. А ушки, мои ушки, красивые ушки. А хищная какая. Хатыш вот так вот. Хатыш, маму схватила вот так вот. И давай кусать. Заигрываешь? Ноги, 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 ноги. Лапы, лапы, то есть длинные. Ах ты, ах ты, моя девочка такая, моя. А как она носочки приносит маме? А, будет мама утро. Приносит мне виток носочков. И говорит, мама, кинь, я побегу за ними и принесу тебя обратно. Ой, раздухарился кто-то, по-моему. Так, все, хватит. Что это такое, маму кусать? Не подобает. Ты же леди моя. Маму целовать надо. Да? Нет. Милая. Нельзя кусать. Ты же знаешь. Все, ты пошла? Неинтересно тебе? Не кусать неинтересно тебе, да? Ой, смотрите, какая. Ну, что это за... Что же это за коша такая? Что за коша? Мам, ты куда? Мам, я еще не наигралась. Ты куда? Ай-я-я. А нельзя маму кусать. А нельзя кусать маму. Нельзя. Чего я тебя так люблю? А я так люблю. Люблю. Тихо. Ай, нос. Мил, ну на натуре. Нос-то кусать нельзя. Девочек, понюхай. Да, девочки. Смотрят на нас. Как ты мать кусаешь. Хороши мои. Хочу сейчас, наверное, закончить влог. Все-таки, когда у меня будет возможность заканчивать влог, и подводить итоги, то я подведу. Обычно это случается в тот момент, когда я монтирую вам видео. И понимаю, что не хватает концовки. Прямо здесь и сейчас, да? Что по поводу Милы хотела сказать, что с Милой все хорошо. Потому что я не закончила этот момент. События сбили меня все. С Милой все хорошо. Видимо, она действительно что-то испугалась. Она успокоилась. Мы когда пришли уже домой, она вышла уже к нам. Она, конечно, с опасочкой. И до конца вечера она как-то... Там резкие движения, звуки какие-то. Она прям вот такая раз. Ну, боялась чего-то. Все-таки что-то ее испугало. Вот. Но уговорами, ласками я ее как бы успокоила. И все. Теперь у нас все как раньше. Я слежу. Очень хорошо. Но у Деньки осталось немного впечатления. Вот он ее запомнил, как она вот шипела. И он немного ее боится. Когда она вытягивается, становится, да, как-то... Ну, это может быть даже не агрессивно с ее стороны. Просто она там может потянется или как бы такая нахухлилась, да. Он сразу боится. Как только у нее распушается хвост, он сразу боится. То есть он все. Он сразу начинает плакать. Он видит ее, становится как вкопанной и плачет. Ну вот. Ну, а вообще он гладит. Может ее взять на ручки. Как бы нет такого страха, что прям вообще к ней не подходит. Ну, следит за ней, да. Теперь уже не так все беззаботно, как раньше. Вот. Ну, пока что все-таки я не заметила, что у нее прям конкретно вот это гуляние, да, началось. Какие-то позывы легкие были там, да, но еще непонятно для меня это. Наверное, надо, чтобы больше времени прошло, чтобы я увидела очевидно, что она хочет гулять. А вот пока это нет. Ну, и скоро будут видео. Видео с инсталляцией, как мне сделали туалет. Он еще в процессе, чтобы вы понимали, да. Детская в процессе. Там вот глобальная перестановка. Все вот так просто перестановлено. Посмотрите, как стало. Вот. Картину завтра уже должна я забрать. Я уже видела макет очень красивый. В спальню мне и в детскую, да и небольшую картину. В общем, события идут. Все хорошо. В следующем видео увидимся. Будет много всего интересного. Целую вас, люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...